Я абсолютно уверен, что в Украине это не получится. И если посмотреть на самом деле реакцию мира на офшорный скандал, то фаворитом и персоной номер один, который мы увидели на всех обложках, как раз является украинский президент. А почему, кстати? Больше 30 человек, которые являются государственными деятелями. Вот по вашему мнению, почему Запад так отреагировал именно на Зеленского? Максим, все устали от Украины, и я это говорил. То есть Украина сейчас является инструментом в руках определенных государств и мешает процессам глобализации, которые просто давно назрели. Мы видим большое объединение Америки, Великобритании, Австралии, предполагаем, что туда присоединится Канада, Индия, возможно, ряд других стран и бывших колоний Великобритании. А Украина мешает объединению в масштабах евразийского континента. И ее будут этим использовать, поэтому многие страны, и в первую очередь европейские, обратите внимание, какие газеты обратили на это внимание в первую очередь. Это Испания, это Франция, это Германия, Великобритания. Но Великобритания не устраивает не то положение, в котором находится Украина. Великобританию не устраивает, в первую очередь, Зеленский и Ермак. Если помните, Ермаку давно передают приветы, обещая опубликовать расследование Беллинкет по вагнеровцам. Но я думаю, что до Великобритании уже начало доходить, что корень зла и проблемы в Украине не Ермак, а Зеленский. Поэтому этот привет передан непосредственно ему. А как встречаешь в МИ-6, Зеленский, первый президент Украины, который встречался в кабинете, то есть он на ковер, на дорожку эту, значит, поехал в Шерстяну и встречался с головой МИ-6, что, в принципе, очень сложно понять, когда мы говорим про суверенитет. Максим, это в нормальной стране называется государственные изменения, это называется унижением, да? Причем мне наплевать на унижение Зеленского, но это унижение народа Украины, потому что именно этот человек сейчас олицетворяет Украину и ее народ. Окей, но вы скажете, что сейчас Великобритания так себя поводит, значит, тогда не договорились? Значит, тогда, просто до чего я питаю, сейчас на наших эфирах с Ангелиной, и не только, очень много экспертов, политиков, ствердят, причем достаточно так серьезно, что Украина уже даже не с Соединенными Штатами, а мы с Великобританией, мы большие партнеры. Мы были с Великобританией, Максим, смотрите, нет стабильной ситуации ни во внешней политике, ни во внутренней, ни у одной из стран. Мир меняется. Он меняется после встречи Путина и Байдена. Он меняется после образования новых союзов. Он меняется после откровенного, недружественного поведения Соединенных Штатов и Австралии в отношении Франции. То есть после выхода из Афганистана, после запуска Северного потока-2, после роста и нарастания экономической мощи Китая и его, скажем так, намерений на участие в геополитических процессах. Поэтому меняются интересы. И, соответственно, инструменты, которые вчера еще были полезными и которые использовали, становятся ненужными. То есть Украина была нужна в первую очередь для того, чтобы торпедировать Российскую Федерацию и выстраивать, ну, входить в концепцию Бзежинского по формированию, помните, такая Балто-Черноморская дуга конфронтации, когда все страны, входившие в состав Советского Союза, должны были стать недружественными и таким образом повлиять на стабильность в Российской Федерации. То есть это же давняя-давняя концепция. Вот. Но она тоже теряет свою актуальность, потому что новые вызовы. И Китай, наверное, основной. Поэтому идет переформатирование. И, как мы видели, с какой легкостью американцы вышли из Афганистана, точно так же и бросают Украину. Потому что... Но нам надо понимать, да, нас никто не заинтересован, это наш интерес, наша проблема, и нам ее нужно решать. Продолжение следует...